Самаре расследует жестокое убийство трехлетней девочки. Малышку так избили, что она не смогла выжить от этих травм. В убийстве подозревают 27-летнего сожителя матери малышки, но он категорически свою вину отрицает. В зале суда подозреваемый Харитон Горячкин тщательно прячется от камер. Вопросы журналистов игнорирует. Вы признаете свою вину? Можете не отвечать, если не хотите. 31 января в съемной квартире Горячкина и его сожительницы Бритвиной нашли тело ее трехлетней дочери Василисы. На теле девочки буквально не было живого места. Гематомы головы, тела и ожоги спины и плеч. Экспертиза показала, малышка скончалась от разрыва печени. Допрошенная Бритвина пояснила, что 30 января Горячкин нанес несколько ударов, не менее двух-трех ударов по спине ягодицам Бритвиной Василисы. После этого девочка пояснила, что у нее стал болеть правый бок. Вот, несмотря на это, Горячкин мне позволил вызвать скорую помощь и выйти Бритвиной в аптеку за медикаментами. Вы причастны ли это к совершению данного преступления? По этой статье, не могу понять, просто договоритесь, тихо не слышу. Ну вот, связаны с этой девочкой преступления. Ну, проект сейчас вычитываю. Я не совершал побои. То есть вы не причастны к данному преступлению, да? Причастны, но частично. Адвокат подозреваемого уверяет, Горячкин не бил ребенка, он его воспитывал. И не один. В воспитательных целях, значит, ребенка, ну, ребенку наносили в горе, значит, по копе, не только на его, конкретно мать ребенка. Поэтому непонятный еще механизм самообразования этих телесных повреждений и неизвестно, от чьих конкретных ударов. Учитывая, что Горячкин не прописан в Самаре, нигде не работает и уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и сбыт наркотиков, суд избирает меру пресечения – два месяца ареста. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего грозит до 15 лет лишения свободы по данной санкции статьи. Убийство вызвало громкий общественный резонанс. Жестокостью преступлений шокированы даже полицейские. Первый раз именно такое обращение с детьми. За два года я вообще не слышал и не видел. Мы сейчас в данном плане тоже проводим определенную проверку, были ли обращения со стороны соседей, родителей или других каких-то органов именно по данному факту. Поэтому все сейчас покажет следствие. По данным Департамента семьи опеки и попечительства, семья погибшей девочки на учете в органах опеки не состояла. Девочка была зарегистрирована и постоянно проживала в Кенель-Черкасском районе Самарской области. Там же ребенок посещал и детский сад. Мать работала в Самаре и проживала на съемной квартире. В свои выходные дни забирала дочь к себе. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова